Друзья, всем доброе утро! С вами Виктор Паньков. У нас очередной еженедельный обзор для компании А-Маркетс. И мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Начнем, как обычно, с индекса S&P 500. S&P находится сейчас в нисходящей коррекционной стадии. Как видим, скользяшки уже просигнали нам вчера о том, что тренд сменился. И сейчас мы ждем, действительно ли мы достигли того дна, которое у нас предполагается по данному инструменту. Для того, чтобы закупиться и впоследствии отработать восходящую тенденцию. Пока что, что мы имеем на текущий момент? У нас одна зона ликвидности отработалась. Это произошло еще в пятницу. Полностью мы достигли необходимых целей. Вторая зона ликвидности, которая была раньше, еще пока остается в работе. Сейчас что будем делать? Естественно, сейчас текущих позиций мы не покупаем и не продаем, потому что цена находится в не очень выгодных диапазонах. Поэтому мы будем действовать следующим образом. У нас есть несколько размерностей, которые приводят нас в котировки 42.91.43.09. Это наш целевой диапазон, достижение которого мы будем рассчитывать в текущем нисходящем цикле. Поэтому раньше, чем цена опустится к этому диапазону, желательно не предпринимать каких-то активных действий по покупкам. Но здесь есть, как обычно, ответвление. То есть, а что будет, если цена пойдет вверх? Здесь мы можем с вами перейти на 15-минутный таймфрейм и построить примерно вот такой вот трендовый канал по ближайшим шпилькам. И сказать, что когда у нас цена будет закрепляться выше этого трендового канала, то здесь мы, соответственно, имеем право совершить покупку по паттерну 1.2.3 при повышении волнового уровня и отработать как минимум движение до ближайшего ключевого уровня, до ближайшего экстремума. Это 45.14. Вот такой несложный торговый план у нас будет на ближайшее время по S&P 500. Далее идем в евро-доллар. По евро-доллару вчера в понедельник мы говорили о том, что здесь есть у нас потенциал к росту вот от этого уровня локального дисбаланса. В общем-то, на текущий момент я уже эту сделку прикрыл, потому что посмотрел, что мы выполнили предыдущую размерность и есть риск, что уйдем просто дальше вниз по нисходящему движению. Пока что, что здесь можно констатировать? На прошлой неделе мы рассматривали сценарий отработки зон ликвидности. Он, как видим, отлично отработал, причем неоднократно. Очень было неплохое движение, можно было забрать в обе стороны. Но я предпочитаю работать в одну сторону, потому что во вторую не факт, что цена пробьется. Тем более тут на новостях такое волатильное движение было, никогда не угадаешь. Итак, что мы будем делать сейчас? Сейчас у нас здесь нисходящая краткосрочная тенденция, поэтому наиболее оптимально рассматривать сделки в шорт. Но здесь есть один нюанс. Посмотрите, мы выполнили трехсоставное неплохое движение, после этого сделали такую же коррекцию, как и после первой составной конструкции. И сейчас цена продолжает двигаться дальше вниз. Но у нас цели по нисходящему движению находятся достаточно близко. Это целевой диабазон 1,25-7, 1,25-56, 1,25-66 и ключевой уровень 1,25-33. Поэтому здесь уже нам вот этой самой размерности будет достаточно много. Возможно, что здесь будет усеченная конструкция. Для того, чтобы это проверить, можно себе нанести... Ну, усеченная конструкция будет все равно гораздо ниже, 1,22-29, вот этот уровень. Здесь у нас будет усеченка. Поэтому на размерности здесь не очень хочется ориентироваться. Давайте сделаем следующим образом. Смотрите, у нас есть вот такая наклонная трендовая линия. И мы эту линию уже несколько раз пробивали. Здесь пытались пробить, здесь пробили. То есть по всем канонам сейчас мы, по идее, должны уйти в восходящем направлении. Но не достигнув нижних целей, не хочется это констатировать. Поэтому мы сделаем следующим образом. Мы возьмем пивот вчерашнего дня, причем не абсолютный максимум дня, потому что он находится достаточно далеко. Мы возьмем промежуточную точку, а именно вот эту точку. То есть ту самую размерность, которую мы сегодня пытались выполнить. И скажем следующее, что если у нас цена сделает повышение волнового уровня, то мы сможем внутри дня отработать движение вот от этого пивота к верхнему. Это у нас, собственно, будет движение от 1.13.289 до 1.13.644. Это сделка внутри дня. Какие-то более среднесрочные сделки рассматривать стоит тогда, когда мы достигнем всех необходимых целей. Ну, в нисходящем направлении я обозначил, что это за цель. А в восходящем направлении здесь, боюсь, будет трудно вычислить цель на текущий момент, потому что те значения, которые мы берем, очень большие шпильки имеют, а шпильки всегда вносят погрешность. Поэтому пока что мы отметим диапазончик как 1.1443-1.1458, но помним о том, что этот диапазон может быть неточным. Идем дальше. Фунт-доллар. По фунту находимся мы в своеобразном флете. Есть ярко выраженная зона поддержки, есть менее ярко выраженная зона сопротивления, и пока что цена находится между двух этих целей. Что мы будем делать? Сейчас пока что у нас цена выполняет неплохое трехсоставное нисходящее движение, плюс здесь есть нисходящее размерность, которая еще не отработала. Поэтому я считаю, что с текущих позиций мы пойдем в нисходящем направлении до цели как минимум 1.3477. Но ориентироваться мы будем не на эту цель, а немножко на более дальнюю, а именно на уровень глубокой коррекции 1.34586. И уже от этого уровня будем заходить в покупки. То есть пока что с текущих позиций здесь мы не покупаем. Покупать можно при каких условиях? Давайте отметим вот этот пивот. Это 1.35472. При закреплении часовой свечи выше этого пивота здесь можно либо лимитным ордером, либо по рынку, если расстояние небольшое, заходить в лонг. Стоп-лос при этом будет небольшой, но где-то порядка, наверное, 23-25 пунктов. И тейк профит до верхней зоны примерно 66 пунктов. Вот такой сценарий внутри дня мы имеем по фунт-доллару. Далее идем доллар и японская иена. По доллару и иене несколько раз мы оттестировали целевой диапазон, который мы строили, исходя из этого коррекционного движения. И сейчас у нас пока что цена продолжает идти в восходящем направлении, потому что мы преодолели вчерашний пивот, и сейчас выполняем коррекцию. Что делаем дальше? Цена сейчас находится в зоне оптимального разворота между уровнем минимальной коррекции и глубокой коррекции. Это значит, что с текущих позиций мы можем искать точки входа в бай. Точки входа в бай. Минимально для нас цель... Так, стоп. Это линия. Минимально для нас цель будет находиться... Давайте посмотрим. Котировки 116 ровно. Вот это будет наша цель. Здесь как раз у нас круглый уровень. Вот он, 116 ровно. Ну а дальше уже переводим сделку в безубыток и смотрим, идет ли цена выше. Цели у нас находятся по-прежнему в диапазоне 116, 544, 116, 764. Есть более дальние цели по размерности, но их пока не трогаем. Пока что у нас вот такой сценарий. Если же цена пойдет вниз, то здесь, наверное, я не рекомендую открывать шорты, потому что, во-первых, близко очень находится локальный минимум. Непонятно, если мы его преодолеем. А может и не преодолеем. Ну, в общем, take profit не совсем понятный. Лучше, если цена пойдет вниз, подождать, пока мы придем вот в эту зону ликвидности, оттестируем ее и отсюда еще раз купить данный инструмент. Вот такой пока план по доллар-иене. Идем дальше. Доллар-канадец. Доллар-канадец прекрасно выполняет составные размерности. Послушно идет по тем границам, которые мы им устроим. Пока что в небольшом флетике таком находится. С маленьким преимуществом медвежьего тренда. Что делаем сейчас? Сейчас нам нужно дождаться какой-то явной точки. Но поскольку мы тестировали нижнюю границу, предполагаем, что мы пойдем на такой же ложный пробой верхней границы. Поэтому для того, чтобы нам этого дождаться, нам необходимо купить по выгодным ценам. Поскольку мы уже тестировали уровень минимальной коррекции, теперь для нас выгодные цены находятся на уровне глубокой коррекции. Это котировка 1.26.879. Соответственно, от этого уровня мы с вами и будем покупать. С целью в котировке 1.28 ровно. Ну, практически 1.28 ровно. На пробитие локального максимума мы ориентируемся. Вот такой торговый план у нас по канадцу. Ничего сложного. Далее идем в доллар-франк. По доллар-франку цена пока танцует на месте. И самое противное, что здесь постоянно чуть-чуть обновляются у нас локальные минимумы или локальные максимумы. Поэтому зона ликвидности только одна. Поэтому здесь я бы рекомендовал следующий сценарий. Обратите внимание, что вокруг вот этой зоны мы уже давно танцуем, уже вторую неделю. Поэтому лучше будет, если мы собьем нафиг все стопы, которые у нас располагаются ниже этой зоны, оттестируем нижнюю зону ликвидности и пойдем к верхней зоне. Это будет наш основной сценарий. Мы пока что его и придерживаемся. Что касается каких-то других возможных сценариев, возможных моментов, то у нас есть вот такая наклонная трендовая линия. Поэтому при пробое и закреплении этой трендовой линии можно рассмотреть движение наверх, но здесь будьте готовы снова продавать. Потому что зона ликвидности – это все-таки зона ликвидности, конкретный инструмент. Тем более, что здесь у нас есть целевой диапазон, неоттестированный, который может отбросить цену вниз. Так что вот такой сценарий по доллар-франку. Далее идем австралиец-доллар. Австралиец также находится в непонятном таком флетике, хотя вроде визуально кажется как будто здесь восходящий тренд. Тем не менее, сейчас мы будем рассматривать пока что-то сделки исключительно внутри дня, ну или максимум на следующий день. У нас есть два варианта, что делать. Первое. Если цена пойдет вверх, то здесь после получения трехсоставного движения от диапазона 0.71535-0.7165 мы можем попытаться продать. В этом случае у нас будет не самый большой стоп-лосс, где-то порядка 30 пунктов за ближайшим локальным максимумом. При этом тейк-профит будет порядка 70 пунктов. То есть, в принципе, более чем 1 к 2 неплохое соотношение для внутридневной сделки. Если же цена пойдет в нисходящем направлении, то здесь нам стоит дождаться котировки 0.70494, ну или 0.70500. Круглая, более красивая. И отсюда, соответственно, мы уже будем покупать по трехсоставному движению и достижению локального минимума. Вот такой торговый план по австралийцу. С текущих позиций не хочу честно покупать. Вы, конечно, можете делать все, что вы хотите. Ваши деньги, ваше право, но я покупать не очень хочу. Далее. Новозеландец. Новозеландец, в отличие от австралийца, тестировал свой локальный минимум, зону локального минимума, и сейчас уже корректируется. Поэтому по Новозеландцу, друзья, мы будем рассматривать следующий сценарий. Здесь очень характерное поджатие у нас происходит. Обратите внимание. Раз, двинулись, два, двинулись, три, двинулись, четыре, двинулись. Постоянно мы вот этой гармошкой сюда подтягиваемся. Поэтому есть вероятность, что сегодня мы таки пробьем эту зону и улетим к следующему уровню. Это и будет наш основной сценарий поймать этот полет. Таким образом, ждем, когда у нас цена закрепится выше 0.66321. Наверное, здесь достаточно будет закрытия часовой свечи. И дальше либо лимитным ордером, либо по рынку покупаем до цели 0.66701. Потенциал не очень большой. Порядка 37 пунктов. Стоп-лосс стоит поставить 25 пунктов за вот этот ближайший локальный. Экстремум. Ну, а если цена прям нормально в нашу сторону пойдет, то можно сразу перевести в безубыток и тейк-профит передвинуть на локальный максимум. Куда-нибудь вот сюда 0.67303. Такой торговый план по новозеландцу. Далее идем. Золото. Золото выполнило все возможные коррекции, просто, ой, все возможные размерности, просто больше уже нечего реально здесь подставлять. И то, как у нас формируются шпильки на премаркете европейской торговой сессии, для меня является сигналом того, что мы можем на Европе очень неплохо сходить в коррекцию. И к этому, друзья, надо быть готовым, что мы можем уйти в коррекцию в любой момент, потому что выросли мы действительно очень неплохо. В любом случае, нам с вами для того, чтобы купить золото в восходящем тренде, нам необходимо дождаться коррекционного движения, чтобы цены были выгодные. Сейчас мы находимся в разворотном диапазоне, не только глобальном, среднесрочном, но и локальном. Вот они, то есть два диапазончика. Один вот он маленький, второй большой. Есть, конечно, цели еще выше, но это уже идет просто попытка подогнать рынок под то, что мы хотим. Знаете, как это бывает, когда сидит аналитик или сидит трейдер, у него сделка открыта в противоположную сторону, и вот он сидит и думает, вот сейчас, вот здесь должна развернуться. Нет, вот сейчас, вот здесь должна развернуться. Нет, вот здесь сейчас по-любому развернется. И в итоге никаких действий не предпринимает, а только сидит и рассуждает о том, что вот развернется, не развернется, развернется, не развернется. В общем, короче, сегодня покупки, я думаю, стоит закрыть, если у кого-то они еще остались, потому что, может, кто-то по вот этой размерности покупал. У меня они все вчера закрылись уже по тейк-профиту, поэтому мне сейчас по золоту делать нечего. Так что, зона коррекции у нас пока что 1859.26, 1864.62. Собственно, при подходе к этой зоне здесь можно рассмотреть дальнейшие покупки, но будьте внимательны, эти покупки, скорее всего, будут носить внутридневной характер, и движение дальнейшее здесь будет примерно следующее. Смотрите, у нас есть вот такая маленькая размерность, возможно, мы эту размерность потом выполним, и после этого пойдем, допустим, вот по такому составному движению сюда, а здесь уже будем вот от этого пивота дальше покупать. Вот такая история у нас по золоту. Дальше идем серебро. Серебро так же, как и золото, усвистало наверх, но здесь мы только-только выполнили необходимую размерность. Вот она наша большая размерность. Ну и в отличие от золота, у серебра есть еще большая размерность. Вот она совсем гигантская такая размерность. Она нас приводит в котировку 24757, но до нее еще далеко. Что делаем сейчас? Сейчас нам необходимо, чтобы войти в сделку, дождаться выгодных цен, дождаться какого-то коррекционного движения. У нас есть несколько размерностей здесь, которые мы можем взять за основу. Первая нас приводит в котировку 23668. Это зеркальный уровень, вот он. Так что, в принципе, эти цели мне очень даже нравятся, они достаточно неплохие. Отсюда мы можем покупать. Ближайший целевой диапазон 24, 24, 24, 44. Здесь же у нас будет примерно оттестирована зона ликвидности. Снизу все зоны ликвидности оттестированы. Хвосток мы после себя не оставили. Так что смело можем идти наверх. Напомню, что у нас есть с ноября месяца еще две зоны не оттестированные. Поэтому, аллилуйя, полет в космос на серебре. Так, идем дальше. Нефть марки Brent вчера после коррекции к минимальному уровню продолжила рост, обновила максимум. И вот этот момент для меня сейчас наиболее интересен. Смотрите, у нас есть локальная дивергенция. Помимо этого у нас... Ага, глобальной дивергенции у нас уже нет. Осталось только локальная. Ну ладно, будем работать с локальной. И вот эта шпилька, она означает то, что здесь был неплохой сбор стопов. Стопы собрали, ликвидность получили. Сейчас, ну обычно после таких формаций, если вот этот диапазончик узкий, я выставляю вот сюда стоп-ордер и просто жду, пока мы выполним вот такое движение. Но здесь достаточно большое расстояние, поэтому, наверное, мне не очень хочется вот именно так торговлю строить. И я буду делать по-другому. Я просто сейчас посмотрю, как откроется Европа. И если вдруг цена пойдет вниз, то просто выставлюсь по рынку с небольшим стоп-лоссом. Даже, возможно, не за шпилькой, а за вот этой проторговкой, которую мы получили с конца американской торговой сессии и во время азиатской торговой сессии. А дальше уже буду смотреть, как себя ведет цена. Но я все-таки думаю, что коррекционное движение, ну какое-никакое, мы должны получить. И с учетом того, как уверена цена идет в восходящем направлении, думаю, что это коррекционное движение будет мощным. Так что здесь я пока что продолжаю быть таким условным медведем, если можно так сказать. Далее идем в доллар-рубль. 10 минут у нас до открытия московской биржи. Пока что неизвестно, как мы откроемся. Но вчера был очень волатильный день. Как видим, в сравнении с предыдущими днями, это была просто бомба. И нужно было заработать очень много. Рынок был очень хорош. Соответственно, что будем делать сейчас? Если у вас открыты до сих пор сделки в покупку, у меня они закрылись по тейк-профиту, где-то в районе этих пределов, что ли. Но если у вас они до сих пор открыты, тогда, наверное, стоит перевести и без убыток, а стоп-лосс вот сюда подтянуть за вот этот экстремум. Потому что если мы пробьем этот экстремум, возможно, что мы пойдем к уровню глубокой коррекции. А здесь, на уровне 75-28, можно будет более выгодно закупиться и отработать дальнейшие движения. Пока что мы смотрим исключительно в лонг. Цели у нас находятся на 77-900. Более дальний уровень 78-177. Вчера мы оттестировали один из уровней сопротивления, который чертили уже давно. Где-то, ну да, на прошлой неделе, 8-го числа, как раз мы этот уровень отмечали. Вот, собственно говоря, вчера его и оттестировали. Поэтому, в принципе, здесь у нас основная идея по походу в лонг остается актуальной. Так, и биткоин, наш дорогой биткоин, наш замечательный биткоин. Вырвался он из флетового диапазона вверх. Это мы явно видим. Теперь нам для того, чтобы присоединиться к этому восходящему движению, нужно выгодно купить. Чтобы выгодно купить, нужно подождать коррекции. Ждем коррекцию в диапазон 2.42.871.43 ровно. От этого диапазончика покупаем. Ближайшие цели находятся в районе 44.519. 44.772. Вот такой простой и несложный сценарий у нас по биткоину. Здесь даже больше особо нечего говорить. У нас восходящий тренд. И это будет неплохая идея по покупке. Если смотреть по, допустим, структуре движения цены, то, как видим, плюс-минус нас структура в эти границы и приводит. Так что торговый план актуален и оптимален. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня, удачной торговли. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok